Это Криштиану Роналду, и он постоянно проигрывает FIFA 16, но всё может изменить продавец монет Ваня Муфин. Реактивная доставка и приятные цены. Покупай и побеждай! Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в одной четвёртой финала прогноза от FIFA. Заставочка! Добрый день, мои зрители! Итак, у нас начинается свой плей-офф, а это значит будут эпичные противостояния, такие же как Бэтмен против Супермена. Хотя, поговаривают, что это противостояние отвратительный фильм. Ну да ладно, не в этом дело. Самое главное, что среди наших оппонентов действительно должны получиться классные противостояния. Ну и учитывая то, что это четверть финал и это плей-офф, то мы решили с парнями добавить сюда прогнозы не только на матчи Лиги Чемпионов, но и на матчи Лиги Европы. И у каждой пары будут свои два матча. Так что на все матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы вы увидите прогнозы. Я думаю, вам, как зрителю, это будет намного интереснее. Поэтому уже вы должны поставить лайк. А просто поставить лайк вы не сможете, да? А так как это плей-офф, то подсчет очков у нас практически не изменится. Но те ребята, которые в таблице по итогам, скажем так, регулярного чемпионата были выше, получают преимущество. Преимущество в один балл. То есть три человека, которые заняли первые три места, это Антон Чейз, это Герман Эль Классика и это ваш покорный слуга Вабон, будут иметь над своими оппонентами, соответственно, один балл преимущества. Так как, ну какое-то должно было быть у них преимущество, потому что не просто же так они были на первых трех местах. Я думаю, в общем, схема всем вам примерно будет понятна, потому что ничего сложного в ней нет. Ну и давайте потихонечку уже переходить к первой паре. И здесь наш лидер и ваш любимый Антон Чейз, который постоянно придумывает что-то новое на свои прогнозы, будет соревноваться с Ильей Лисом. Поэтому посмотрим, какие прогнозы парни дадут на свои матчи. Чейз. Чейз. Как мне мог достаться такой нереально крутой чувак, который всегда делает креативные и просто наипиздатиши видосы, объясните мне. Плюс ко всему, он идет на первом месте, я иду как самый лузер, сука, на последнем. Дуракские игры. Но это все хуйня. Одна четвертая финала Лиги Чемпионов и матчи Реал Мадрид в Вольсбург. Вольсбург, который шел с ЦСКА. Я все, блядь, надеялся, что ЦСКА все-таки разорвет жопу Вольсбургу. Но этого не произошло. И сейчас Реал будет биться с Вольсбургом. На первом этапе одной четвертой я бы поставил на, естественно, Реал. Тут победит тот, кто угадает счет. И я думаю, что счет будет 3-1. Я надеюсь на то, что счет будет 3-1 и Реал все-таки затащит эту битву. Второй матч Виле-Реал-Спарта. Я, конечно, понимаю, то, что Спарта это... Это СПАРТА! И я думаю, что многие согласятся, что Виле-Реал победит Спарту со счетом 2-1. Ну или не то, что 2-1, но то, что Виле-Реал точно затащит. Многие со мной согласятся. Хотя на волевых Спарта может сделать нереальные вещи. Потому что дойти до 1-4 финала Лиги Чемпионов это очень многого стоит. Но, друзья, я считаю, что счет будет 2-1. На этом я с вами со всеми прощаюсь. Володя, спасибо тебе за эту нереально крутую рубрику. Чейз, удачи! И увидимся во втором туре 1-4 Лиги Чемпионов. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Антон Чейз. И сегодня у нас очередные прогнозы от фиферов. В этот раз нас разбили на пары. Так что теперь это, сука, батл! Это, сука, Версус! Пошумим, блядь! Пау-пау! Так что дайте мне бич. Точнее, бит, мазафака. Бич-то неплохо, но лучше бит. Да, да, да. Присядь, не до фиферок. Я самый точный прогноз напоследок приберег. Мы все делим видос, но ты не угадаешь счета. Хомбой! И окажешься вне батла, сынок. Да ты старше, но здесь зови меня папой. Ладно, шутки шутками без обид. Всего лишь батл. Итак, сегодня у нас ставки. Все серьезно играем на бабки. Мои прогнозы экстра-класса, хоть я и не Кирилл на бабкин. Даже не ту супа, Файдын. У меня нет ЖБ. Ставка номер один. Всем пиздец! Вольсбург, Реал, сливки против волков. Но Мадрид им не по зубам. Предпочтение Реалу отдам. Хочу вам напомнить, что BBC сейчас в форме. И вряд ли, что помешает Роналду дубль оформить. Да, счета я угадываю порой. Так что в этом матче... Ммм, 2-0. Ставка вторая. Вабон, ты угораешь? Спарта, Вилья, Реал? Я в душе не ебал такие расклады. Кто сильнее, кто слабее. Что это вообще за команды? Ну ладно. Тут чисто на шару 3-1 побеждает Вилья, Реал. Надеюсь, я угадал. Готово после этих ставок лысый с Brothers Out. Раунд! Ну, в общем, как-то так получилось. На этом я с вами со всем прощаюсь. Всем удачи. Так что я проиграю. Ну, как бы, удачи другим участникам. Конкретно Лису. Вот. Это эдакое самопожертвование. То есть мне не удачи, ему удачи. Ну, как завещал Господь. Жертвуй собой. Ну, типа того. Аминь. В общем, всем пока. Всем удачи. Всех люблю. Целую. Лис, ты нормальный парень. Удачи тебе. Я даже смотрел некоторые твои видео. И твоей семье тоже удачи. Пока. Ну, а следующая пара может называться по праву самый звездный. Два друга. Два человека, которые действительно любят против друг друга соревноваться. Даже в нашем проекте они попали друг на друга. Это перевер. Это перевер. Я ворный рот. Герман Эль Классика против Денчика Фломастерова. И напоминаю, что у Германа Фора в один балл. Ну, что ж, друзья, у нас плей-офф. У нас матчи PSG против Манчестер Сити. И PSG выиграет со счетом 2-0. Второй матч это Атлетик Сивилия. И здесь, я думаю, что будет сильнее Сивилия. И выиграет со счетом 1-0. Таковы мои прогнозы. С вами был Денчик Фломастеров. Всем пока. Всем привет, друзья. Меня зовут Герман Эль Классико. И мы продолжаем ставить на результаты матчей. Давай, так сказать, свой предикшен. И первый матч, который мне нужно сегодня рассмотреть, это PSG Манчестер Сити. И здесь, по-моему, все очевидно. Манчестер Сити сейчас не на ходу. А PSG, в свою очередь, наоборот, очень даже сильная и такая крепкая команда. Поэтому я поставлю на хозяев, на парижан. И пусть они победят со счетом, ну, допустим, 2-0. Второй матч, который нужно рассмотреть, это Атлетик Сивилия. И вот здесь бой будет серьезный. Но все же ставлю на Атлетик. И на счет 2-0, опять же. Ну, вот как-то так. Ну, а в следующей паре совпали ваш покорный слуга и Максим, покоритель птиц Гутник. Гули-гули-гули, ебай! Ебай-ебай-ебай! Гуль-гуль-гули, ебай! Ебай-ебай! Гуи-гуи-гуи-гуи-гуи-гуи! Ебай! А можно уже прилететь? Спасибо. Всем привет! Я думаю, Бавария выиграет на этой неделе с отсчетом 4-1 у Бенфики. А вот португальская Брага... Я думаю, тоже выиграет с отсчетом 2-1 у Донецкого Шахтера. Ну, и на прогнозы нам достались такие два матча, как Бавария-Бенфика. И здесь очень интересная ситуация. Обе команды в последнем туре одержали крупные победы на своем поле. И понятно, что Бавария на своем поле будет фаворитом и проще поставить на победу этой команды, что, наверное, и я, и Максим сделаем. Поэтому я попытаюсь здесь все-таки взять достаточно крупную победу немцев. Пускай это будет 3-0. Я практически уверен, что Бавария на своем поле попытается максимально обеспечить себе место в полуфинале, для того, чтобы уже в Португалии играть более расслабленно. Вот именно такой счет я хочу поставить на матч Баварии и Бенфики. Ну, а противостояние Браги и Шахтера здесь все немножко сложнее, потому что как раз-таки и Брага, и Шахтер тоже играли в домашних матчах 1 апреля и тоже сыграли с крупным счетом. Но только противоположные абсолютно результаты. Брага проиграла Бенфики 5-1, а Шахтер 8-1 кого-то там дома вынес, если честно, даже не помню. Но ситуация в том, что Шахтер на выезде всегда играет чуть хуже, чем домашние матчи. И я думаю, что все-таки эта игра закончится результативной ничьей. Со счетом 1-1 сыграют эти команды. Ну, а уже потом в домашней встрече Шахтер закончит все на своем поле. Вот такие прогнозы от меня. Ну, а мы переходим к последней паре четвертьфиналистов и их очному противостоянию. Это, конечно же, Ваня Лавсингер и Коля Лакер. Смотрим их прогнозы на их матчи. Всем привет! С вами Лакер. И у нас в проекте начинается свой плей-офф прогнозов. И так как я занял пятое место в основной таблице, то моим соперником в четвертьфинале будет, как вы уже, наверное, знаете, Ваня Лавсингер. Собственно, матчи нам достались очень интересные. И сейчас я поделюсь с вами своими прогнозами. Начну, пожалуй, с Лиги Чемпионов. А именно с матча Барселона-Атлетика. Очень интересное противостояние. Мадридский клуб разгромил на выходных. Бетест продолжает погоню за каталонцами, но, на мой взгляд, ключевую роль здесь может сыграть Эль Классико. Все-таки Барса постарается реабилитироваться в родных стенах, и я думаю, что сделает она это со счета 3-1. Теперь Лига Европы и матч, который, я уверен, ждут все. Боруссия-Ливерпуль. Клоп со своей новой командой вернется в Германию, и я рассчитываю, что матч получится очень зрелищным. Боруссия набрала отличную форму, и думаю, что в гостях Ливерпулю придется очень непросто, поэтому все-таки, несмотря на то, что я фанат красных, я ставлю на победу шмелей со счетом 2-1. Так что вот такие получились у меня прогнозы. Я желаю удачи Ване. Ну и на этом у меня все, так что всем пока, с вами был Лакер. Всем привет, с вами вновь Лавсингер, и Володя в очередной раз пригласил меня поучаствовать в рубрике прогноз от Фифера. Я, как понимаю, мы сейчас разделились на пары, и я в паре с Колей Полупановым, или, как вы его все знаете, Лакером. В общем, я надеюсь, что Лакер будет Лакерным, но не настолько, чтобы обыграть меня по прогнозам. Поэтому давайте начнем с первого прогноза. Это для меня самый простой прогноз – Барса-Атлетика. Почему самый простой? Потому что я считаю, что Барса должна играть в финале. Это Барса, она должна играть в финале. Поэтому я не знаю, какой будет счет, но поставлю, скажем, на условный 2-1 в пользу Барсы. И думаю, что либо будет 1-0, либо 2-1, но я поставлю все-таки на 2-1. Потому что Барса будет играть после матча Эль Классика, и думаю, что она будет заряжена на победу. Так что первый матч тут все просто для меня. Во втором же матче не так все просто. Боруссия и Ливерпуль, хоть и 5 матчей Боруссия последних в чемпионате Германии выиграла, по-моему. А Ливерпуль, по-моему, только из 4 матчей 3 ничьи последних именно в премьер-лиге. Я даже не знаю Боруссия и Ливерпуль. Это такой интересный будет матч, интересное противостояние. Но давайте, скажем, я поставлю на ничью. Я поставлю на ничью Боруссия и Ливерпуль 1-1. Ну вот, наверное, вот так вот все и будет развиваться. Так что, друзья, спасибо всем, кто еще за меня голосует в прогнозе от Фифера. Спасибо Володе, спасибо Коле. Я надеюсь, что Коле будет преследовать удача. Ну, возможно, он меня обыграет. Возможно, я ничего не смысли в футболе. Ну, короче, заговорился я чего-то. Так что, друзья, спасибо всем. С вами был Лавсингер. Удачи вам. И всем, как говорится, пока. Ну и, как вы понимаете, на этом четвертьфинал, конечно же, не закончится. Через неделю нас ожидают ответные игры и ответные ставки. Поэтому после результатов и подсчетов очков мы будем уже понимать, кто же в наших парах фаворит, а кому нужно будет догонять своих соперников. Я думаю, такой формат вам будет еще интереснее. И посмотрим, чем же закончится этот прогноз от Фифера в конце сезона. Все. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. А также подпишитесь на каналы парней, если еще этого не сделали. У них у всех своеобразные контенты, в основном связанные с футболом. Поэтому желаю вам, конечно же, удачи и до скорых встреч. Всем пока. Сегодня никакого креатива. Сегодня я, как и все остальные, буду тупо читать с листочка. Вот. Так что, если вы что-то от меня ожидали, то это ваши проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok